Всем привет! Сегодня я расскажу вам об опыте использования Apple TV третьего поколения в течение двух месяцев. Недавно iTunes Store в России открылся, и по этому случаю Apple TV теперь официально продается в нашей стране. Соответственно, теперь и фильмы можно покупать, используя русскую учетку. Но прежде чем разбираться с iTunes Store, разберемся с самой Apple TV. Эта маленькая коробочка, которую в свое время Стив Джобс назвал хобби, набирает уже большие обороты продаж. А сама при этом становится все меньше и меньше. Первая версия Apple TV была в 4 раза больше той, что вы сейчас видите. Она ведь действительно очень маленькая. Приставка имеет Ethernet вход, оптический аудиовыход, HDMI разъем, microUSB порт, что для Apple немного странно, и дырку для провода зарядки. К слову, HDMI и microUSB придется докупать отдельно, а это предполагает дополнительные расходы. Apple TV третьего поколения работает на iOS, хотя первое поколение использовало урезанную мокось. Сейчас доступна прошивка iOS 5.2, которая позволила загружать музыку из облака iCloud, а также подключать клавиатуру Apple по Bluetooth. Меню Apple TV выглядит так. И управлять этой маленькой коробочкой можно с помощью идущего в комплекте пульта Apple Remote. Здесь всего 7 кнопок. Меню, плей и остальные для навигации. Пользоваться таким пультом удобно, и лично я ничего нового в него бы не добавил. Кстати, управлять Apple TV можно и с iPhone или iPad. Есть специальное приложение для этого. Тоже удобно, но главная особенность в том, что есть клавиатура и не нужно мучиться с пультом, чтобы вбить что-нибудь в YouTube, например. Но вернемся к меню. Четыре основных пункта называются фильмы, музыка, компьютеры и настройки. Сверху есть еще меню предпросмотра. И если мы переходим к фильмам, то сейчас я вижу топ российского iTunes Store. Ну а в самой вкладке фильма есть 5 пунктов. Покупки, топ, жанры, дженниус и поиск. Вообще в iTunes предоставлено немало фильмов на русском языке, но новинок среди них маловато. Кстати, есть отечественный кинематограф. Есть даже раздел, посвященный Михалкову. Предлагаю купить какой-нибудь фильм. Не Михалкова. Например, «Операция Арго». Оскароносец как-никак. Во-первых, можно сначала глянуть трейлер. Во-вторых, можно взять фильм на прокат за 99 рублей. Только нужно начать смотреть фильм в течение 30 дней. А если начали, то будьте добры досмотреть его в течение двух дней. Покупка фильма дороже. 350 рублей. Здесь мы получаем Full HD версию с хорошим дубляжом. Но если есть сомнения относительно фильма, можно глянуть отзывы. Вообще кино в стори стоит от 100 рублей до 350. А прокат от 50 до 100. Думаю, это вполне приемлемо, учитывая, что с дивана можно не вставать в это время. Идем дальше. Музыка. Здесь ничего трудного нет. Можно слушать музыку онлайн. То, что вы уже купили в iTunes или что есть в вашем iTunes Match. А можно подключить любой компьютер с iTunes по Wi-Fi и слушать музыку с него. К слову о компьютерах. Это следующий пункт меню. Здесь можно выбрать медиатеку одного или нескольких устройств и слушать музыку или смотреть фильмы, что есть на PC или Mac. Кстати, свои фильмы можно смотреть только так. И они должны иметь MP4 или MOV формат с кодеком H.264. И при этом лежать в вашем iTunes. Больше никак фильмы вы не посмотрите. Жесткий диск или флешку в Apple TV воткнуть не получится. Но и смысла я в этом не вижу, если честно. Остались у нас настройки. Но в них-то что разбираться, все понятно ведь? А вот ниже представлены разные приложения для Apple TV. Они фундаментальны, так как никаких новых не добавить, а те, что есть, не удалить. Здесь имеется YouTube, Vimeo, Flickr, видео-версия журнала Wall Street Journal и приложение Главная Лига Бейсбола, где можно следить за чемпионатом Америки по бейсболу. Подписка на него стоит 4000 рублей в год. Возможно, кому-то это действительно интересно, но я не осмелился заходить дальше. Также есть фотопоток для того, чтобы смотреть фотки, сделанные на iPhone или iPad. Приложение подкаста ясно для чего. Радио, думаю, тоже. Кстати, радио вообще замечательное приложение. Тут очень много хороших станций. Русских я не нашел, конечно, но русские станции я и не слушаю, поэтому не могу погрустить на этот счет. Вот, например, есть ACDC радио. Максимально отлично. Чем еще полезен Apple TV? Конечно, это AirPlay. Трансляция экрана iPod, iPhone, iPod Touch, iPad или Mac на телевизор или монитор. Для того, чтобы это заработало, достаточно, чтобы Apple TV был включен. А далее переходим к iPhone, трескаем два раза по кнопке Home, два свайпа вправо. Появляется вот такой значок. Просто нажимаем и включаем функцию. Все, теперь Real Racing 3. Можно поиграть на большом экране. То же самое с компьютерами Mac. Но вы спросите, а как же Windows? Здесь, оказывается, тоже есть выход. Программа AirParrot. Она позволяет транслировать рабочий стол Windows на Apple TV. И стоит программа 10 долларов. Вот такие функции имеет Apple TV. Это очень интересная штука, но вау-вещу ее уже не назвать, так как она существует уже несколько лет и все про нее знают. Но за 100 долларов в Америке или за 5000 рублей в России эта вещь действительно классная, имеющая отличный дизайн и неповторимые функции. Чего не хватает Apple TV? Этот вопрос куда интереснее. Во-первых, хотелось бы иметь стандартный аудио-вход Jack 3.5. Можно, конечно, подключить колонки к самому телевизору. Все будет работать. Но этого бывает недостаточно. Во-вторых, хочется совсем простенькую функцию. Изменение громкости звука с пульта Apple TV. Неудобно наруливать звук на телевизоре, если это можно сделать с Apple TV. Вернее, если бы можно было сделать. Третье. Магазин с музыкой. Можно встроить его прямо сюда. Никто бы от этого не умер. Ну и последнее. Приложение. Apple TV пригодился бы собственный App Store. Ведь приставка работает на iOS, а это отличный способ зарабатывать деньги. Что разработчикам, что самой Apple. Вообще, аналитики в один голос твердят. Дайте Apple TV игры, и консоли тут же погибнут. Я с ними согласен. Играть в тот же Real Racing 3 очень прикольно. Но зачем мне iPhone для этого? App Store можно сделать и на текущее поколение приставки. Так как в Apple TV есть 8 гигабайт памяти, которая никак не используется. Но для чего-то они нужны. Поживем, увидим. Apple TV был предоставлен магазином iCult.ru. Подписчикам нашего канала скидка. А ссылка на товар находится под видео. С вами был Хорошев Максим и Мухин Денис. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока! Производство студии Квакпуч.